До официального открытия еще полчаса, а родители юные карасисты уже собрались на крыльце здания. Теперь здесь будут проходить тренировки спортивного клуба. Теперь заниматься будут не в тесноте. Условия чуть-чуть вот мы посмотрели. Условия в этом здании теперь прекрасные. Есть и душевые, и раздевалки, и зал. В общем, мы очень довольны, мы очень рады. Мы очень ждали, когда вот такой вот зал у нас появится в Рамаданово. Просторный зал с новым ремонтом подходит под все требования спортивного клуба. Отдельные мужские и женские раздевалки, душевая, специальная комната для инвентаря, тренерская. Теперь каратистам не нужно делить помещение с другими секциями. Торжественная церемония перерезания красной ленточки на этот раз не просто традиционный ритуал, а по-настоящему важный момент для сотен жителей Рамаданово. Отделение клуба «Каратэ Тан Рен» появилось в Рамаданове в 2018 году. Занимались в небольшом зале, тогда места хватало всем. Со временем детей становилось больше, в конце концов пришлось искать новое помещение попросторнее. Возникли классические в таком случае проблемы. Клуб поселку нужен, а вот помочь с его размещением ни местные, ни республиканские чиновники оказались не в силах. Тогда на помощь пришли спонсоры. В числе первых откликнулся Рамаданово Сахар. Предприятие никогда не жалеет денег на решение социальных проблем жителей поселка. Сейчас многое делается для развития и больших поселков, и может быть даже самых небольших, чтобы людям было куда прийти. А для этого, наверное, государство может оказать эту поддержку. Но именно вот это взаимодействие государства и организации, может быть, наших заводов, фабрик, там Рамаданово Сахар, да, который помог и в открытии этого зала, конечно же, это очень такой хороший симбиоз и взаимодействие власти и бизнеса. Рамадановские каратисты такой симбиоз называют не просто хорошим, а жизненно необходимым для сельского спорта. Некоторые виды спорта без поддержки спонсоров не выживут в небольших населенных пунктах, где есть запрос населения на здоровый образ жизни и спорт, а вот финансовых возможностей катастрофически не хватает. Это спорт такой, это общественная организация, где ты еще и вкладываешь какие-то взносы спонсорские, там еще что-то, еще что-то, вот сахарный завод, спасибо огромному, что помогли, не отказали. Рамадановский район, он очень большой, и здесь есть даже ближайшие села, там Кривозерия, Белозерия могут приезжать дети заниматься. Вот мы сейчас с Максимом Юрьевичем разговаривали, с моим как раз учеником, он говорит, уже сычалок даже хотят ездить сюда тренироваться, то есть отычалок, ну, грубо говоря, 30 километров, то есть, говорит, уже пару человек, детей звонили, просились, то есть тренироваться здесь. В новом зале, кроме детской, будет работать и взрослая секция каратэ. В ней для здоровья тела и души смогут заниматься люди, которые раньше к этому виду спорта не имели отношения. А для детей теперь есть больше возможностей вырасти в настоящих чемпионов, в морально и физически здоровых людей. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого и непоколюбимого духа. Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства все время были наготове. Мы будем соблюдать правила этикета, уважать старших и воздерживаться от насилия. И мы никогда не забудем истинную дезобразность и скромность. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.